Музыка Весна – это пора надежд, время планов и свершений. Кто-то ждет помощи, кто-то исцеления, а кто-то душевного теплообщения. Сегодня мы вам расскажем о людях, которые делают мечту реальностью. Музыка Чужих детей не бывает. С этим призывом к обществу обращается в фонд «Наши дети». Он был основан в 2008 году и является одним из эффективных фондов нашего города. Сегодня мы поговорим с основателем фонда, попечителем и председателем. Для того, чтобы узнать, помогать легко? Игорь Владимирович, вы стояли в истоках фонда «Наши дети». Как вам пришла эта идея создать? Почему она создала? Идея возникла очень просто. Во-первых, был опыт работы в некоммерческих организациях. Было понимание, что некоммерческие организации и гражданское общество – это, в общем-то, определенная взаимосвязь или мостик между властью и бизнесом, между властью и обществом. А второе – внутренняя потребность как-то реализоваться в этой сфере и что-то сделать была с институтских времен. И когда я уже накопил определенный опыт в некоммерческой деятельности, изнутри я понял, что я хочу этим заниматься. И, собственно, фонд создавался конкретно под проект «Отказные дети в инфекционной больнице». Ну и третий момент, наверное, это то, что появился человек, который изнутри светился вот этим вопросом и просто от природы, ну, имеет дар, что ли, этим заниматься. Этот человек – это моя жена, с которой, собственно говоря, мы вместе организовали этот фонд. Я убежден, что секрет успеха фонда заключается, во-первых, в его правильно сформированной миссии и в следовании принципу, основному принципу некоммерческой деятельности. То есть это все-таки беззаветное, вот именно безвозмездное какое-то жертвование или служение определенному направлению, проекту, целям или задачам. И вот в этом смысле фонд себя не дискредитировал, собрал вокруг себя людей, которые мыслят так же. И поэтому он успешен. Почему вы взяли за это сложное дело помогать людям? Это произошло в моей жизни абсолютно спонтанно. Это было в 2009 году. Значит, нужен был волонтер, человек, который умел бы заниматься фондрайзингом, искать партнеров. И нужно было найти средства, чтобы отремонтировать 12-й бокс в инфекционной клинической больнице. Конечно, когда я первый раз сюда попала, были слезы, был стресс, потому что у детей не было ничего. Был бетонный пол, детей не купали, потому что не было ванночки. Были железные кровати, ну, очень многое можно бесконечно говорить. В этом году, вернее, в прошлом у нас появился офис фонда, тоже благодаря нашим партнерам. Сейчас у нас 5 программ благотворительных. Первая основная – это больничные дети, как раз-таки помощь деткам, которые длительное время находятся в больничных учреждениях. Именно инфекционной клинической больницы без попечения родителей. Я сразу скажу, какая здесь помощь нам нужна всегда. Это подгузники размер 4-й, 5-й, это средства ухода за ребенком, планелевые пеленки, детская одежда. Детки находятся от года до 3-х лет. И, конечно, мы же всегда ждем волонтеров, чтобы они ходили к этим деткам и занимались, то есть заменяли няню, маму. Вторая программа – это адресная помощь детям, благотворительная с конкретикой. Здесь как раз-таки оказывается материальная помощь, это денежная помощь детям, которые тяжело больные дети. Но тут у нас исключение – мы не помогаем онкобольным детям, потому что есть другая организация, которая этим занимается. И мы друг другу не противоречим. Третья программа у нас – домики. Здесь у нас есть две подшипственные организации – это областной афтезиатрический санаторий и детский приют «Лучик». То есть здесь у нас больше организация такой досуговой деятельности для деток. То есть мы проводим Дни именинника, Новый год, праздник осени. Постоянно стараемся вывозить детей в детские театры кукольные, в кинотеатры. То есть здесь, если у вас есть возможность приобрести билеты на спектакли, на какие-то выставки детские, экскурсии, то мы всегда рады. То есть позвоните, мы расскажем, какие дети, сколько нужных билетов нам. Следующая программа – это у нас «Добрая копилка». То есть это установка ящик для пожертвований в офисах больших компаний нашего города. То есть такая программа направлена на развитие корпоративной благотворительности. И завершающая программа – это помощь молодым мамам, которые оказались в трудной ситуации. Но здесь мы больше помогаем, опять-таки, вещами для деток. То есть мама приходит к нам в фонд, пишет заявление. И тут мы уже можем сами оказать ей помощь, то есть дать одежду ребенку, питание, возможно, какое-то. Вот такие вот средства. Если вы приходите, и у вас есть желание, именно дарящее, как говорится, сердца, то, конечно, мы всегда очень рады, и мы готовы работать с любимыми людьми, которые хотят этим заниматься. Сотрудничество с фондом «Наши дети» началось в 2009 году. Благодаря этому фонду «Наши дети» обратился к лауреатам кадрового резерва с просьбой о помощи в одном из проектов. В частности, это был бокс для детей-отказничков в инфекционной больнице. Вот именно тогда мы познакомились с Натальей, именно тогда я познакомился с благотворительным фондом. И именно тогда мы начали благотворно сотрудничать. Потом уже в 2010 году ко мне поступило предложение стать попечителем, и я, конечно же, не отказался. Я считаю, что благотворительность – это как социальная ответственность бизнеса. То есть умеешь деньги зарабатывать, умеешь их, в общем-то, достойно тратить. Это всегда было и на Руси, и не только, наверное, и на Руси – какую-то часть денег отдавать на благие дела тем, кому это на самом деле надо. У большинства из нас дома пылятся мягкие игрушки, которые могли бы принести радость ребенку. Благотворительный фонд «Будь человеком» объявил акцию «Плюшевое тепло», целью которой стала передача мягких игрушек детишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Идею фонда поддержали врачи детского кабинета поликлиники «Села Городище». Ну, давай спинку, смотри, вон, надеюсь. В каком-нибудь мягком, давай. А, смотри, какая глупая. Это вот, смотри, что такое. Ну? А это тоже тебе возьмешь тапочки, дом будешь ходить, да? Да. Ну, надеюсь, что… Ну, мы с благотворительным фондом, наверное, сотрудничаем в течение последних шести месяцев. Конкретно вот нам Рязану Марью Сергеевну. Она нам помогает, вещи очень хорошие привозят и игрушки. Многим уже ребятишкам вручили мягкие игрушки и вещи. Ну, мягкие игрушки вручили мы побольше, так как их у нас как-то больше было. Мягких игрушек мы вручили прям семей нам 20-25. А вещей, наверное, около 10 семей. В деревне, мне кажется, больше таких детей, семей из соцриска, чем в городе Оренбурге. Потому что в деревне как-то похуже, чем в городе Оренбурге с трудоустройством. У нас нет таких предприятий и очень много семей, которые страдают. Ну, на участке у меня есть как таково социальный паспорт, который отражает население. Это социальный паспорт состоит из детей, значит, соцриска, неполных семей. Значит, где воспитываются дети в неполных семьях матери-одиночки, но где отцы, это у меня нет такой семьи на участке, матери-одиночки. Где есть семьи, где родители инвалиды, и есть семьи, где у нас родители полностью безработные. Это таких 8 семей. В моей семье есть две сестренки, ну, они тоже получали игрушки. Мне хотелось бы, чтобы были не только мягкие игрушки, но и познавательные для их. Где у него глазки? Ну, посмотри, где у него глазки. Вот у него глазки. А где у него носик? Он носик. Вот, носик, да. Вот, держи. Когда мы организовали фонд «Наш быть человеком», многие приносили игрушки, в том числе и мягкие. Но мягкие игрушки нигде не принимались. Ни в детских домах, ни в больницах, потому что они проходили по санпинам. И у нас зародилась идея, мы обратились в село Городище, нам помог детский врач. И тем самым мы передаем игрушки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А у нас есть страничка ВКонтакте, там указан мой номер, можно со мной связаться, либо отнести игрушки в библиотеку «Доброта», которая находится на проспекту Победы, 3. Еще можно принести вещи, до 10 лет их также передают детям. Также у нас сейчас объявлена акция для трех мальчиков. Мы тоже собираем вещи для мальчика 4 лет, 1,5 года и для новорожденного. На самом деле дети реагируют очень по-разному. Наверное, люди не привыкли в наше время к какой-то бескорыстности. И поэтому некоторые удивляются, некоторые радуются. Мне кажется, они не верят своему счастью, что они могут забрать игрушку домой. Но это нужно увидеть, эти глаза, и, наверное, это и вдохновляет делать следующие шаги. Субтитры создавал DimaTorzok «С верой в добро» – так называется международный проект благотворительного фонда «Будь человеком». С 1 по 15 июня волонтеры из разных стран и городов России приедут в село Городище, чтобы помочь жителям села в восстановлении помещения для занятий воскресной школы. Сегодня дан старт подготовки к международному лагерю. Началась работа по покраске церкви села Городище. Как родилась идея создания международного лагеря? Мы приехали сюда в первый раз, когда в село Городище, вместе с ребятами, с волонтерами, с Натальей Александровной, проводить мастер-класс для ребят и также познакомиться с сотрудниками библиотеки. И нам сотрудник библиотеки предложила, чтобы мы реставрировали комнату. Для проведения каких-то массовых мероприятий, они у нас проходят на базе библиотеки, нам нужно отремонтировать какое-то помещение, которое будет способствовать прекрасному времяпрепровождению детей, которые сейчас даже у нас здесь присутствуют. И волонтеры предложили свою помощь. Если бы по такому уровню, как сцена, то хотелось бы еще, чтобы это все и закрывалось. Мы решили, что мы будем здесь проводить международный проект, на который дали добро глава села Городище Алексей Сергеевич. От лагеря будет очень много пользы. В первую очередь это общение. Приедут люди из других городов, может быть, из других стран. Интересно будет пообщаться и мне с ними, и детям, и жителям, потому что, как говорится, это обмен опытом. Мы будем узнавать, как они живут, какой уклад у них, какие традиции. Мы расскажем о своих традициях, о казачестве, о том, как у нас принято проводить какие-то праздники, мероприятия. Ну, для детей будет интересно, конечно, в первую очередь пообщаться с человеком из-за границы. Какие-то, например, я думаю, даже если занятия будут проведены, они принесут очень большую пользу. Работы много. Одно из основных мероприятий, скажем, это проведение ремонта, значит, в библиотеке. У нас там было помещение раньше, оно использовалось под киноаппаратную, но сейчас оборудование это старевшее все убрали. И планируем там сделать небольшой такой конференц-зал именно для детишек, которые будут заниматься на базе библиотеки. То есть, чтобы они свои мероприятия уже в таком просторном зале проводили. Если у нас это все получится, это, конечно, будет иметь огромное значение для нас, для дальнейшего развития и для дальнейшей учебы наших же детей. А скажите, какую пользу вы видите в этом международном лагере для волонтеров? Ну, первое, я считаю, что они получат колоссальный опыт для того, чтобы творить добро, для общения друг с другом. Также здесь будут проводиться языковые клубы. У вас сейчас есть уникальная возможность обратиться к нашим зрителям. Они могут помочь в реализации этого проекта. Что нужно для этого сделать? Да, нам очень нужна помощь в плане того, что нам нужны строительные материалы для реставрации этой комнаты. Также нам нужны натяжные потолки, нужны шторы, тюль. И, естественно, финансовая помощь нам тоже нужна. Именно здесь будут жить волонтеры международного лагеря. Юноши и девушки разных национальностей и культур. Они будут проводить не только реконструкцию помещения для воскресной школы, но и мастер-классы, языковые клубы для ребят из школьного лагеря. В наш храм, как правило, приезжает много людей. И у нас в храме уже достаточно давно построена небольшая гостиница для паломников. Там, конечно, не как, допустим, в какой-то городской гостинице условия, но вполне комфортная для того, чтобы можно там было пожить достаточному количеству людей, чтобы они потрудились у нас, чтобы они могли как-то и отдыхать после работы, чтобы было им комфортно, потому что они все-таки помогают бескорыстно. И надо тоже как-то на встречу идти таким начинанием. В храме вообще всегда очень много работы. Мы стараемся как-то держать территорию в порядке. И у нас большой цветник, у нас, если есть какие-то умения, допустим, столярные у ребят, надеемся, будут или оформительские какие-то, да, помощь, она любая потребуется, в общем-то. Скажите, а такой божественный лагерь, что он может дать жителям села? Для жителей села, безусловно, я надеюсь, что это будет началом, ну, какого-то, понимаете, желания послужить ближнему, чтобы все-таки люди понимали, да, что вот эта вот культура волонтерства, культура, понимаете, помощи ближнему, чтобы люди стали немножко добрее, немножко лучше. Ну и, конечно, поняли, что вот вообще изначально вот такая культура помощи, взаимопомощи, она появилась именно в христианстве. И хорошо бы, чтобы вот это возродилось. Сегодня мы рассказали вам о людях, которые творят добро. Все они не похожи друг на друга, но их объединяет общее желание сделать этот мир лучше. Помогать легко. Убедитесь в этом сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!